Вместо чая растут сырники или лес. Такую картину увидели представители управления сельского хозяйства города на большей части земель предприятия Дагомыс Чай. Осмотром установлено, что из 611 гектар земель под чайной облантацией используются 400 гектар. Обрабатывается и производится сбор чайного листа на площади около 30 гектаров. С таким положением дел муниципалитет мириться не собирается. На планерке главой города дано поручение незамедлительно предпринять все усилия для того, чтобы разорвать договор аренды с предприятием Дагомыс Чай. Компании также грозит штраф до 700 тысяч рублей за каждый необработанный участок. Таких только здесь порядка 20. Кстати, взять эту землю в аренду уже есть желающие. В базе данных муниципалитета почти 457 сочинцев готовых выращивать чай. Мэр пообещал фермерам поддержку вплоть до предоставления аренды на длительный срок. Мы дадим на 10 лет, ну, насколько позволяет закон, я не знаю, но думаю, что разберемся и дадим максимально. Потому что людям надо давать максимально. Потому что они же, представьте, какую работу нужно провести, вот это все выкорчевать, чтобы потом посадки сделать, еще и урожай получить. Инспекция земель сельхозназначения в Сочи продолжится. Со всеми предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые используют угодья не по назначению, договоры в судебном порядке будут расторгнуты. От темы сельского хозяйства перешли к налогам. На 1 августа сочинцы задолжали в бюджет города 191 миллион рублей. Большую часть должны адлерцы, порядка 94 миллионов рублей. Жители Хосинского района не оплатили налогов на сумму свыше 48 миллионов рублей. В Лазаревском районе почти 23 миллиона, центр города 26 миллионов рублей. А ведь эти деньги напрямую идут на развитие курорта, ремонт дорог, строительство школ, детских садов. Перед налоговой службой и судебными приставами поставлена задача приложить все усилия, чтобы в бюджет курорта все деньги поступили в полном объеме. В завершении планерки была поднята тема амброзии, которая может вызывать сильную аллергию. Для курорта, куда люди приезжают лечиться, это недопустимо, отметил глава города. Как раз сейчас период ее цветения. В связи с этим на курорте начинают работать рейдовые группы. Собственникам территории, где будет обнаружено это растение, грозит штраф. Нелина Овсецна, телекомпания ФКТ.